Здравствуйте, дорогие зрители! С вами Шуламит. Приехала я посмотреть на новый магазин Джамбо, который только-только открылся. Где он находится? Он находится в Хайфе, рядом с торговым центром Хуцотом и Фрац. Вон там Хуцотом и Фрац. Видите Макдональд, который принадлежит этому торговому центру? И вот прямо около Макдональда, можно сказать, да? От него только в сторону чуть-чуть. Сейчас мы с вами пойдём внутрь и будем смотреть, что же там внутри. Оказывается, здесь выход, а вход вон туда. Туда мне надо идти. Тут есть корзинки. Я так понимаю, что я попадаю в детский отдел, в отдел игрушек. Какие молодцы! В такое непростое время открывается новая сеть. Ого! Вот это здорово! А тут для младенцев, для маленьких детей. А что ж тогда на первом этаже, если тут детский отдел? Это не только детский магазин, конечно же. Ну, в общем, поскольку у меня взрослый канал, я всё-таки не буду делать обзор вот этой части. Просто общее впечатление. Очень много игр. Очень много. Больше, чем, скажем, в Макстоке. Намного больше. И цены, конечно, пока, я бы сказала, ознакомительные. Размеры какие! Что я вам скажу? Это огромный детский магазин на втором этаже. Если нужно вам подарок или что-то купить ребёнку, я думаю, есть полный смысл прийти сюда. Но мы с вами сейчас пойдём, посмотрим, что тут есть ещё. Масштабы поражают. Просто поражают. Здесь также всё для празднования дней рождения, для творчества. В общем, всё, что вы можете себе представить. И, конечно, канцелярские товары тоже. Вы не можете себе представить. Я всё ещё иду по этому второму этажу. Конца нету. Здесь появилось даже бельё женское. И не только женское. Так что не только игрушки. Пижамки. Разные аксессуары. Плавно и медленно мы переходим к банным принадлежностям. Памперсы. А вот уже и туалетика. Кисточки для макияжа. Цены, конечно, очень низкие пока что. Всё для волос. Включая сами волосы. Появились пластмассовые коробки. Довольно большой выбор. Недавно, как рассыскала себе коробку, не могла найти нужного размера. А тут бы, пожалуй, нашла. Тоже, смотрите, какие красивые коробочки. Вот такая. И вот такая. Смотрю, там вешалки всевозможные. Корзиночки разные. Еду на первый этаж. Так что магазин двухэтажный. Два девяносто стоят вот это вот батарейки. Пять девяносто стоят четыре батарейки. Пять девяносто вот. Надпись гласит продолжайте в этом направлении. Вон полотенчики кухонные. Это мне уже начинает напоминать Икею. Этот магазин, это смесь Макс Стока и Икеи, на мой взгляд. Так, смотрим, что тут. Это уже для кухни подставки разные. Плейсменты разные. Тарелки. Такая большая тарелка. Пять пятьдесят всего. Теряешься, конечно, в таком магазине. Все для ванных. Мусорные ведра всех видов. Недорогие совсем. Симпатичные. Подушки. Искусственные цветы. Покрывала разные. Научки для подушек. По девять девяносто. Пледики за четырнадцать девяносто. На сиденье по девять девяносто. Вот тоже. Очень большой выбор, кстати. Это на стенку. Семь девяносто набор. Поврики. Часики. Разных размеров. Любовь за девять девяносто. Лампочка настольная. Тридцать девять девяносто. Поврики для входных дверей. Девятнадцать девяносто. Двадцать девяносто. Двадцать девяносто. Четырнадцать девяносто. Велкам. Для входа в дом. Тут и инструменты есть. Электрические всякие. Удлинители. Всевозможный декор. Это же гамак. Посмотри. Гамак. Сколько он стоит? За сто семьдесят девять шекелей. Это для сада. Освещение разное. А тут и для животных разные спальные места для животных. Вот это пятьдесят девять девяносто, например. Это шестьдесят девять девяносто. А тут прямо аж кровать сто двадцать девять. А тут всякие хапифин. Тут разные погрызть, поесть. Еда, короче. И вооруженная. Вот такое вот девять девяносто. Здесь и напитки можно купить. Это кассы. В кассе стоят большие очереди. Но мы ничего, в общем-то, не купили. Так что можно спокойно выйти. А вот тут еще спортивные сумки разные. И тоже еда. А как же без нее? И, конечно, Кока-Кола. Разные другие напитки. Разная другая еда. Но мы идем на выход. Очереди большие, но не настолько, чтобы нельзя было ее выстоять. Мы приехали где-то в шесть вечера. Не было никакой очереди. Посмотрите, что делается, чтобы войти. Ну, подождите пару дней, это все схлынет. Думаю, что днем, в будний день вообще не будет очереди. Хочу поговорить о том, что я увидела в этом магазине. Конечно, меня он впечатлил своей новизной, своими размерами. Особенно впечатлил детский отдел на втором этаже. Огромное разнообразие. Иногда, наверняка, можно здесь увидеть что-то такое, чего, может быть, нет в другом месте. Если вам нужно что-то для детей, безусловно, стоит сюда прийти. Что касается нижнего этажа, он меня впечатлил меньше. Очень много ерунды продается. Пластика одноразового, ненужных совершенно, на мой взгляд, вещей. Но, может, это я только думаю, может, кому-то это нужно. Во всяком случае, стоит прийти разочек, чтобы получить представление, нужен вам этот магазин или нет. Я люблю, когда появляется что-то новое в Израиле. Я считаю, что это хорошо. Несмотря ни на что, это говорит о каком-то развитии, о каком-то продвижении. Мне кажется, что этот магазин – это что-то среднее между Икеей и Макс Стоком. Хотя, должна сказать, что хозяйственные товары в Макс Стоке мне нравятся больше. Там больше каких-то действительно нужных вещей. Тем не менее, стоит прийти разок, наверное, и посмотреть. Напишите мне, что вы думаете об этом магазине. Ну, а я с вами на сегодня прощаюсь. Будьте здоровы, берегите себя и до новых встреч.